и снова здравствуйте moodbox 2019 и давайте посмотрим как здесь происходит именно project проекция погнали так файл открываем импортируем сегодня в ролике будет именно yondu don't так подгружаем персонажа и сейчас будем его раскрашивать если высечется вот такое окошко не пугайтесь жмете keep the mesh и все будет нормально там просто чуть-чуть полигонами кое-где наверное конфуз так вот это вот yondu don't do и вот эта сетка нам в принципе не нужна закрывается на так дисплей заходим и вот эту grid галочку снимаем все теперь у нас поле не будет отвлекать от насущных дел так погнали нажимаем на модель и жмем ok вот появляется paint player 2048 тип и так далее ok alt левая кнопка мыши все это дело передвигает колесико крутит и alt зажатая правая кнопка мыши это отдаляет приближает а левая именно вертит крутит так заговорился ну погнали нужно именно подгрузить можно вот в центру нажать вот на эту галочку это целекшит и сюда подгрузить именно рифы так рабочий стол где тут удобно но вот эти три можно подгрузить так цвет разный конечно но это можно подкорректировать и здесь вот все появляется именно в центру именно внизу переключаемся на прожекцию и жмем вот этого у донту можем прибавлять здесь вот в боку показано что через клавишу s переходим shift alt на английский на английскую клавиатуру и с нажимаем и левая кнопка мыши вот вы видите что картинка вертится правая кнопка мыши отдаляет приближает картинку и колесико зажатое и может увести в бок ну типа как референции можно смотреть сбоку а здесь лепить опять же английская с все это дело наводим подставляем персонажа чуть-чуть прибавляем alt левая кнопка мыши его припускаем чтобы была голова и немножко alt левая кнопка мыши откорректируем вот так с зажимаем и опускаем удонду и немножко его можно прибавить и немножко вот так вот подкорректировать так нос у меня немножко не совпадает но уши совпадают точно так вот так как то это все дело установим главное поймать рот если рот не ловится то можно немножко скульпте поработать так пока можно отключить немножко наверное референс переключиться так alt левая кнопка мыши подкорректируем и немножко наверное вытягиваем грабом вот это дело чуть-чуть приподнимем вот так вот здесь вот так вот и немножко кое-где можно подкорректировать опять же можно включить рев вот он тут появляется опять же переключаемся на курту так пенту пардон и нажимаем опять нужный нам рев вот таким вот образом вот он подгрузился и повторяем попытку номер раз так alt левая кнопка мыши так ну и продолжаем так вот это дело теперь на проекцию ставим или можем скульпте еще вот по картинке граб использовать немножко все это дело приподнять кое-где увести вот таким вот образом и даже где-то можем пролепить используя вот этот вакс английская b уменьшает перо м английская уменьшает интенсивность так вот уменьшаем все это дело так перо еще можно поменьше поставить вот так вот по картинке где-то что-то можно залепить картинку можно английская с и увести в бок вот так вот и здесь уже вот вы видите что можно и челюсти подкорректировать модель я вот эту полностью делал скульпте с альфа 6 так что корректировка не помешает вот так вот и по симметрии немножко все это дело можно подкорректировать вот таким где-то образом этот может чуть-чуть гребень расширить вот так а левая кнопка мыши корректируем можно также тут немножко пролепить но не суть дела так вот эту челюсть немножко можно вперед подать вот так вот и немножко ее сделать острее вот так теперь включаем скульпт b английского уменьшаем перо м английского уменьшаем интенсивность вот так вот и попробуем теперь так перо еще можно поменьше и через control можно немножко здесь вот эти части углубить так прибавим немножко интенсивности многовато выбавим перо какой-то пошел глюк вот так вот так и м на модели тогда так теперь би английскую еще уменьшаем немножко ctrl d колесико альт левая кнопка мыши приближаем еще немножко и уменьшаем интенсивность и control нажимаем это даже сильная интенсивность надо м еще и немножко убрать и через control можно еще вот тут подкорректировать и шевком немножко выгладить вот так вот вот таким вот образом так немножко можно также с носом поработать так опять же би английского уменьшаем и опять же интенсивность уменьшаем и немножко здесь вот так вот корректируем вот так где-то пойдет чуть-чуть ну все не суть дела переключаемся на pain tool опять же ставим гражданина и включаем опять референс переключаемся на project включаем референс английская s и колесико зажатая и прибавляем колесиком модель и alt левая кнопка мыши и колесико чуть-чуть здесь корректируем вот таким вот образом мы попробуем все это дело так что не так стоит коричневый цвет поставим белый и вот теперь можно все это дело красить так и английская побольше ставим и вот так все это дело наносим это отключаем и вот теперь будет еще лучше вот такая штука вот эти тоже настройки можно выключить и стамп специнку то можно оставить он делает мягкость и вот так все это дело немножко тут прокрасить так теперь нужно включить именно другой референс вот этот наверное и немножко его подогнать где то вот так модель немножко у меня весит так что вот немножко подвисает так это теперь дело можно отключить или удалить жмем off и переключаемся можно теперь вот таким вот образом вот таким вот образом можно проект открыть вот таким вот образом можно project отключить зайти на цвет и включить и загрузить сюда именно картинку ну допустим пусть будет вот этот ракурс так вот этот подойдет больше наверное так вот он он есть и вот теперь можно что сделать наводите вот таким вот образом и здесь уже можете именно красить вот так вот можете нажать так какой цвет у нас тут выходит вот так все это делаем и теперь наводим вот сюда на красную и попробуем раскрасить именно одежду немного тяжеловато идет хотя модель по-моему девяносто четыре тысячи полигонов всего лишь вот так вот так вот вообще эта программа очень хорошая вот если сравнивать ее со скульпцией с альфа шестой то там покраска чуть-чуть конечно попримитивнее здесь вот чисто покраска очень хорошая так наводим выбираем любой тон здесь вот вот так вот здесь потом подкорректируем ну и вот это выбираем цвет жмем английскую б уменьшаем именно кисть интенсивность можно не уменьшать вот так потихоньку здесь аккуратно проводим вот так вот alt левая кнопка мыши немножко вот так вот смотрим смотрим что здесь с настройками именно кисти так так вот таким вот образом опа ну и немножко выберем где-то вот этот цвет цвет ну и здесь вот чуть-чуть подкрасим так вот опять выбираем цвет чуть-чуть тонну здесь выбираем посветлее немножко вот где-то светлым где-то темным вот здесь вот можно взять темный цвет немножко и вот здесь вот на боках именно темным провести а вот здесь вот берем вот этот светлый вот этот и по верху так вот по горбу можно провести дать оттенок так что еще тут получается выбираем вот этот цвет немножко темного вот так все это дело здесь можно преобразить так теперь можно выбрать бороду цвет вот так вот или выбрать другой референс загрузить именно допустим ну вот этот вот теперь можно выбрать вот так вот вот и вот здесь уже корректировать так цвет бороды вот так вот притянить и здесь тоже немножко до оформить так вот вот так теперь выбираем синий цвет и вот здесь вот немножко вот так вот подкрашиваем все цвета которые вы выбирали вот здесь вот находятся вверху так что если они вам нужны вот можно их в дальнейшем из из использовать так здесь немножко вот так вот притеняем выбираем красный цвет немножко выбирать вот этот цвет можно потемнее здесь вот заднюю часть можно именно темным делать вот так вот это вот таким образом где-то вот пройти по этим частям по чуть-чуть вот так вот по внутреннему где полосу вот есть вот так вот подкрасить допустим где ухо чуть-чуть в ухе немножко где-то вот здесь вот притенить под глазами чуть-чуть можно дать темного и вот здесь вот так вот так что с губами у нас вот таким вот образом выбираем цвет приближаем кисть и английскую уменьшаем и можно вот здесь вот внутри губы вот так вот чуть-чуть пройти потемнее и выбрать допустим вот такой вот цвет со щеки и вот здесь вот так губы уже заоформить так здесь выходит темный цвет тут можно взять и вот здесь вот темным цветом уже немножко по проходить чуть-чуть кисточку теперь побольше так вот ну вот такой получается емду немножко еще можно наверно тем но он колдит переключиться на кисточку и немножко темным цветом именно здесь вот так вот по проходить также можно использовать именно распылитель гравер по проходить вот так вот вот так вот 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 Ctrl-Z, английская B, немножко интенсивность уменьшаем, немножко вот так вот всё это на мелких таких вот тонах. Ну вот такой получился у Донда. Так, что ещё тут есть? Вот это всё можно теперь Донд закрыть, выбрать какой-нибудь ракурс световой оттенок. Это слишком светло. Вот это попробуем. Слишком не туда. Так, ну и вот этот цвет как будет завести. Всё не то. Ну вот этот более такой живой вроде как. Вот так вот. А ну-ка, если этот попробуем. Ну тоже не чёток. Если Alt, левая кнопка мыши. Да, свет чуть-чуть не так падает. Надо, если есть, вот эти поднакачать побольше. Ну вот это как более подходит. Ну вот уже, прям настоящий у Донда. Где-то, конечно, можно ещё доработать его. Но это я только когда учился с кубкой с Альфа 6, вот это всё дело крепил. Вот так. Ну немножко можно здесь ещё текстурку какую-нибудь забацать. Вот так вот какие-нибудь порезы. М это сильно. Интенсивность чуть-чуть вот так. Это вот так. И какую кисточку можно, наверное... А ну-ка, вот это. Да, вот кисточка, нормально. Вот уже где-то можно... Так, это слишком перебор. Вот такие штуки можно в вкладки подобавлять. Где-то Alt можно пройти. Вот так вот. Вот таким вот образом. Где-то можно взять вот эту кисточку и прибавим. И можно вот эти вот части где-то чуть-чуть поднакидать. Вот так. Попышней как-то сделать. Ну вот. Уже что-то. Ну и Shift-ом где-то поработать. Здесь где-то возможно поставить поменьше, наверное, кисточку. И через Ctrl. Вот кисточка скульпт. Вроде интенсивность вообще не стоит. А вот всё равно режет многовато. Так. Ну и теперь делаем B английскую. Прибавляем чуть-чуть. И вот так вот по верхам где-то можно пройтись. Ну так же всё это дело можно доработать. Уже будет уже Brush. Так. Теперь B побольше. И где-то Shift-ом. Обязательно смягчить всё это дело. Пройти Shift-ом. Так. Всё-таки кожа. Смотрим Alt. Как, где, что. Вроде всё закрашено. Вроде всё нормально. Вот такой вот вариант раскраски персонажа. Смотрите предыдущий ролик. Там я показывал, как сохранять развертку и модель. И загружать её в The Brush. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok